Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Сегодня с нашей гостьей мы будем говорить о работе областной нотариальной палаты. Присоединяйтесь. Новозыпковский мясоптицекомбинат. Работала статистиком Новозыпковского горкома ВЛКСМ. Государственным нотариусом, заместителем начальника главного управления юстиции Гомельского облсполкома. В декабре 2013 года избрана председателем Гомельской областной нотариальной палаты. Маргарита Жорова была членом Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов. Избиралась членом Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, депутатом парламентского собрания Союза Беларуси и России. Имеет благодарственные письма президента Республики Беларусь награждена Орденом почета, почетными грамотами Национального собрания и Совета министров Республики Беларусь. На вопросы, которые касаются деятельности нотариусов, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Свои сообщения вы также можете отправить в Вайбер, номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Маргарита Анатольевна. Добрый вечер. Успел ли уже нотариат области подвести итоги 2017 года? Конечно. Мы вообще-то контролируем это каждый месяц, чтобы было понятно, как мы срабатываем. Но подвели итоги, посмотрели, сколько людей мы обслужили, сколько совершили действий нотариальные, как у нас прошла работа, были ли какие-то негативные явления, или наоборот, что можно отметить как позитивное приобретение. Ну, в общем-то, обсудили. И как вы год оцениваете? Ну, я бы сказала, наверное, более положительное, чем отрицательное, потому что, несмотря на то, что нагрузка все-таки снизилась на нотариусов, и на 8 тысяч действий было совершено в 2017 году меньше, чем в 2016 году, все-таки граждане обращаются за нотариальной помощью. А по какому показателю вы оцениваете эффективность своей работы, и какие тогда нотариальные конторы самые эффективные? Ну, если говорить эффективность нашей работы, то это, конечно, качественное правовое нотариальное обслуживание. То есть то, что мы выдаем документ, имеющий юридическое значение, и, как правило, как факт, он, в общем-то, даже если его и оспаривают, он остается в силе. То есть законность документа, его правовая основа и правильное нотариальное оформление в смысле с правилами нотариального делопроизводства. Потому что не только применение материального права имеет значение, но и правильное оформление документа, процедура оформления. И у себя, вы, подводя итоги, выделяете лучшие? Да. Вы знаете, у нас 35 контор, из них 15 контор в области работают с нагрузкой выше среднеобластной. Вот среднеобластная нагрузка, это 119 нотариальных действий на одного нотариуса. Я бы сказала, что это достаточно прилично, если учесть, что по два человека хотя бы пришли, то оборот граждан достаточно высокий в конторах. И вот 15 контор работают выше среднеобластной. В городе у нас новобилица отличилась, 205 действий на нотариуса. Есть Брагинская нотариальная контора, 196, 169 действий сделали в Светлогорской нотариальной конторе. И вот так, если перечислять, то таких контор очень много. У нас вообще-то, наверное, работают в конторах энтузиасты нотариального дела. Им, в общем-то, ценна именно сама работа, и они готовы даже личное время затратить на это. Поэтому мы отмечаем таких людей. Но все равно, когда руководство хвалит, это все равно приятно, и это все равно стимул для дальнейшей работы. Но я бы сказала, что все сработали очень хорошо. Маргарита Анатольевна, а с чем вы связываете снижение на 8 тысяч действий в этом году? Ну, я думаю, что, скорее всего, это с изменениями законодательства. Сегодня у нас сделки делаем не только мы оформляем нотариально, но и делают регистраторы Бюро государственной регистрации. Теперь уже доверенности не обязательно надо делать у нотариуса. Конечно же, это тоже большое количество. У нас в год бывало по 20-25 тысяч доверенностей нотариально удостоверенных. Ну, естественно, есть и другие. Вот ГАИ теперь у нас оформляют, органы ГАИ оформляют сделки с автомобилями. Поэтому, конечно, сейчас идет нагрузка именно та, которая говорит гражданам, что только нотариат может это сделать. Это, в частности, наследственное право, это выдача свидетельств о праве на наследство. У нас ежегодно больше 10 тысяч наследственных дел. Вот в прошлом году почти 12 было. А где-то выдаем 18-19 тысяч свидетельств о праве на наследство. Это очень серьезный документ. Спасибо, Маргарита Анатольевна. Давайте узнаем, с чем же прямо сейчас к нам обратился наш телезритель. Здравствуйте, мы слышим вас. Алло, здравствуйте. Вы уже в эфире. Задавайте ваш вопрос, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Маргарита Анатольевна. Меня зовут Сергей Михайлович. Живу я в Гомеле. Мы живем в общежитии, Советская, 167. И у нас такой вот вопрос. Общежитие 80-го года постройки, балконные двери с обоих сторон, как называются они пожарные, не знаю с какого года, но еще до передачи на город, то есть много, не знаю точно сколько, но много лет отсутствуют. Стоят одинарные. То есть уже прошел год бережливости, год экономии. Сколько мы не жаловались, что при бывшем работодателе этот завод карал. Никто как не собирался их чинить, так и не собирается до сих пор. Каждую зиму прошу, почините, поставьте. Почините, поставьте. Вот нас только требуют деньги за коммунальные услуги. А отдача никакой. Ни окна не утепляются, ни двери не утепляются. Окна у нас большие, вот выходят на центральную дорогу. Какая помощь вам нужна? Они еще с витринными, большими. Сергей Михайлович, скажите, пожалуйста, что бы вы хотели услышать именно от меня, как от юриста? Какая помощь вам нужна, правовая? А вот начальство нам делает отписки, что денег на ремонт общежития нет. Ничем помочь не можем. Не у нашей силы уходит технический ремонт общежития. Общежитие, вся штукатурка обвалина, помимо всего этого. И пишут нам в письме, что мы за свой счет жильцы должны ремонтировать государственное общежитие. А скажите, какие у вас там договоры? Договор найма? Или другую бригаду ремонтную, которая имеет право. Какой у вас договор с нанимателем? Договор найма в этом общежитии? У нас договор найма, да. Договор найма. И это как именно в общежитии договор найма? Да. Ну вы знаете, еще с вами там в договоре же написано права и обязанности как нанимателя, так и наймодателя. Вы почитаете внимательно договор, и если там написано, что обязан делать данные работы наймодатель, то тогда вы вправе требуете обратиться в суд на отказ совершения этих обязанностей. То есть это нарушение договора найма. Но вы сами сказали, что здесь в основе лежат экономические условия. Поэтому не знаю, сможет ли суд в данном случае обязать что-то сделать наниматель. Но, знаете, есть такое правило, если не выполняется условие договора, то его можно расторгнуть, да? И вы можете уйти с этого общежития. Но куда? Но куда? Поэтому я хочу сказать, что тут, наверное, все-таки надо искать какой-то... Но с другой стороны, должен же ведь наймодатель предоставить условия, да? Но вообще почитайте договор, да. Почитайте договор. Там в условиях написано, что он обязан обязательно сделать. И тогда можно требовать уже через определенные органы такого исполнения. Уважаемые телезрители, сегодня один из лучших юристов Беларуси у нас в студии. Поэтому, если у вас есть вопросы, то не упустите такую возможность. Спасибо. Маргарита Анатольевна, ну, конечно же, это же так. Произошли ли какие-то важные изменения в законодательной базе, которая регулирует деятельность нотариуса, вот в прошлом году? В прошлом году мы вот работали уже второй год по новому закону о нотариате и нотариальной деятельности Республики Беларусь. И вы знаете, вот практика применения показала, что не все, в общем-то, достаточно правильно и четко прописано по отношению к нотариусам. И поэтому на вот этот год, на 2018 законопроектные работы в план внесен план и пункт изменения закона о нотариате. И вот сейчас мы очень плотно работает рабочая группа по внесению изменений, корректировке этого закона. Ну, там, в общем-то, достаточно серьезные будут изменения, которые касаются организации деятельности нотариата. Расширение прав или, наоборот, сужение прав регулятора нашего, это Министерство юстиции. Ну, в общем-то, практика показывает, что закон требует внесения некоторых изменений, чтобы облегчить работу нотариуса. Ну, и, кстати говоря, и не только это. Самые нотариусы, которые предлагают внести изменения, говорят, что нужно ужесточить и дисциплинарную ответственность по отношению к нотариусу. К самим себе. К самим себе, да. Прописывают некоторые нормы, которые, ну, ставят их даже, наверное, более зажатые условия. То есть нотариус очень серьезно относится к своему имиджу. Ну, если это так, то действительно, это даже немножко непривычно звучит, да, что мы просим ужесточить в отношении нас дисциплинарные нормы. Авторитет профессионала как раз зависит от того, что он не боится не только сделать правильно, но и не боится ответить за неправильные действия свои. Ну, еще позже поговорим об этом. Нотариат Беларуси уже несколько лет работает по принципу самоуправления, самофинансирования. На ваш взгляд, насколько за это время структура успела стать действительно самостоятельной и какую роль она играет в современном обществе? Да, она уже отработана, эта структура. Мы уже понимаем, кто, как и что должен делать, какая, в общем-то, определенная функция, как выполняются основные задачи, поставленные перед нотариатом. Если говорить о том, что это самоуправление, то общее собрание правления решает многие глобальные вопросы, завязанные не только на регион, но и на всю республику. Но вместе с тем, наверное, все равно совершенствование структуры должно быть. И вот уже сейчас понемногу стали некоторые нотариусы уходить в нотариальное бюро. И я думаю, что вот как раз в новых изменениях, может быть, немножечко изменится и квотирование нотариусов, которые будут уходить в бюро. Возможно, изменится порядок, вернее, установится порядок перехода работы в нотариальное бюро. Вот как раз мы переходим к той системе, которую на будущее определяли. Но пока это нотариальные конторы и нотариальное бюро. Сейчас в самом разгаре избирательная кампания по выборам депутатов местных советов. Вам тема выборов очень хорошо известна. Вы много лет работали в составе различных комиссий. Скажите, пожалуйста, вот сам термин «местное самоуправление». Как бы вы его объяснили? Кого мы выбираем 18 февраля? В общем-то, местное управление – это организация деятельности населения. Именно по осуществлению своих прав в социальных, экономических вопросах в своей территории. То есть вот как раз местное самоуправление для чего избирается? Чтобы любой гражданин, проживающий на данной административной территории, мог участвовать в процессе управления. И поэтому, наверное, избирая депутатов местные уровни, а у нас первичный, базовый и областной в этом году избирается, каждому, кто проживает на территории, дается возможность поучаствовать в управлении своей территорией. Нотариусы региона не изъявляли такого желания? Трудовой коллектив своих представителей может выдвигать? В прошедшем созове было два нотариуса. Они были депутатами один городского, другой районного. Насколько я знаю, в этой компании тоже один из нотариусов зарегистрирован кандидатом. И они всегда работали именно с такой позицией, что государственные нотариусы не в стороне от выборов. У нас всегда работали рабочие юридические группы на участках. Нас администрации районов или райисполкомы приглашали нотариуса, потому что нотариусы квалифицированный юрист, чтобы они в день выборов присутствовали. Мало ли какие вопросы могут возникнуть, даже не выходя из избирательного права. Это может быть и жилищный вопрос, это может быть и семейный бытовой вопрос. Поэтому, когда нас приглашают, мы всегда идем. И в группе всегда есть нотариус юридический. 18 февраля. Как много нотариусов будут на избирательных участках, как вы думаете? Я надеюсь, что будут. Потому что, когда к нам обращались районные власти, мы говорим, что если такая необходимость есть, то из каждой конторы, в каждом районе будет присутствовать нотариус. Но на сегодняшний день пока еще, наверное, собираются эти юридические группы. Я знаю только, что в некоторых районах уже пригласили нотариуса. Ну, конечно, не для этого стоит отправиться на участок. А как бы вы ответили на вопрос, почему? Потому что обычно выборы в местные советы, они все-таки вызывают меньше интерес, чем выборы президента или выборы парламентарьев. Когда у вас спрашивают, Маргарита Антольевна, почему так важно идти на выборы в местные советы? Как вы отвечаете? Ну, вот вы знаете, все, вот даже вот сегодняшний Сергей Михайлович позвонивший, он все-таки защищает свои конституционные права. На жилье, да, на право проживания, иметь жилье, нормальных условий. Так это тоже конституционное право. Нам Конституция говорит, становитесь, пожалуйста, у власти, голосуйте, идите, исполняйте. Делайте то, что вы задумали, как вы понимаете это все. Поэтому, наверное, на выборы надо идти только потому, чтобы показать, что вам неравнодушно, и вы неравнодушный человек, что вам, собственно, дорого, что происходит на вашей территории. И вы хотите видеть тех людей, которых вы хотите избрать. И, наверное, это как раз самая, что ни на есть, политически активная сторона нашей жизни. Где мы еще себя можем проявить в том управлении, в котором нам позволено это делать? Наверное, только для этого и мы позволяем себе распуститься, не пойти. Потому что мы ленивые иногда бываем. Но я полагаю, что, как вот по истории выборов, мне кажется, у нас очень активное население. И наша область очень позитивно всегда относится к выборной кампании. И мне кажется, что и голосование проходит достаточно хорошо. Поэтому вот наша гомельщина как раз отличается этим особенно. Но на выборы надо пойти хотя бы для того, чтобы показать свою позицию. Именно политическую. А депутат, выбранный от какого-то округа, он ведь может защищать интересы и жителей... Ну, сейчас не только об этом случае, с которым вот обратился к нам дозвонившийся... ...жителей определенного общежития. Если есть проблема, то депутат же может провести встречу. Да, у нас есть закон о депутатах. Поэтому любой человек может обратиться с запросом к нему, и он будет заниматься депутатом. Даже если это не его округ, и нет у него там компетенции определенной. Даже если его округ. Пришлет непосредственно в тот орган, который должен заниматься, и возьмет на контроль. Поэтому я думаю, что как раз к депутату надо обращаться. Сергей Михайлович, да, мы можем обратиться к нашему телезрителю. Пожалуйста, такой вариант тоже вполне... Я просто вспоминаю, ко мне приходили по разным вопросам. И хотя это была не моя компетенция, я всегда отправляла запросы, сама контролировала, как это выполняется. Ну а сейчас время для нашей постоянной рубрики «Есть мнение». Я предлагаю выслушать мнение гаймельчан. Почему важно прийти на избирательный участок 18 февраля. Все должны ходить на выборы, потому что мы все-таки строим свою судьбу, свое государство. Должны все принимать в этом участие. Мы же граждане нашей республики, поэтому надо обязательно принимать участие. Чтобы точно выбор был. Я всегда принимаю. Чтобы не выбрасывали мой листик, а я его всегда прошла, как считаю нужным. Считаю нужным, что подходит кандидат, значит, я голосую за него. Если нету достойных, я ставлю птичек и всех вычеркиваю. Это гражданский долг. Каждый человек имеет право ходить на выборы. Да, я пойду на выборы. Выборки, за кого уже будете голосовать? Ну, пока думаю. Мне кажется, если ты гражданин своей страны, ты обязан сходить на выборы. Сделать свой выбор, проголосовать за кандидата. Нужно, чтобы знать, кто будет у руля. Я буду принимать участие в выборах, и я считаю, что надо принимать участие в выборах, потому что мы выбираем людей, которые решают судьбу нас, нашего города, вообще нашей страны. Это очень важно для нас. Нельзя быть в стороне. Мы продолжаем диалог в прямом эфире. Да, Маргарита Анатольевна Жорова. Уверена, люди не читают каждый день Конституцию, но они же ведь говорили конкретно то, что написано в Конституции. Я гражданин своего государства, я это обязана делать, и это мое право, в общем-то, формировать власть на месте. Ну, конечно, чтобы потом чего-то требовать. Конечно. Нужно и самим же сначала поучаствовать, да, и свой выбор совершить. Здесь наши респонденты солидарны. Вот какую сторону еще этого процесса хотела бы с вами обсудить. Потому что после того, как выборы свершились, я думаю, что вы тоже не раз слышали такую фразу. Я-то за депутата проголосовал, я его выбрал, но после выборов ничего о нем не слышал и его не видел. Насколько должен быть депутат в округе активным? Насколько должны его знать люди, его видеть? Ну, вообще-то, конечно, депутатская работа тяжеловатая, если так говорить. Если еще совмещать со своей постоянной основной работой, то это надо работать 20 часов в сутки, если не 24. А что активизация? Вы знаете, наверное, каждый работает по-своему. Может быть, и не обязательно там объявления какие-то делать, а делать очень хорошо свою работу, направлять на исполнение те законы, которые принимаются. Они же ведь тоже дают результат. Поэтому активность выражается не только в проведении массовых мероприятий или каких-то там акций, а активность выражается в том, какие принимаются местные нормативные правовые акты, как они исполняются. И исполнение на месте этих актов-то и есть, собственно говоря, работа каждого депутата. Но мне кажется, что активность надо проявлять обеим сторонам. То есть, если я хочу, я могу прийти, проводятся встречи, проводятся какие-то заседания, где бывают депутаты. Всегда надо... А ведь нас не всегда приглашают, но мы не всегда находим время сходить на такое мероприятие. Поэтому, наверное, если мы захотим узнать, кто у нас депутат и чем он занимается, мы это обязательно сделаем. Совершенно верно. Еще не раз приходилось слышать и такое мнение, что у нас в депутатах только директора и начальники. Вот как вы к этому относитесь? Ну, наверное, не все директора и начальники. Я вот просто просматривала на сайте ЦИКа, кто входит сейчас у нас кандидаты. То есть, всем, кто так думает, да, пожалуйста, загляните. Загляните, да, вот на сайте ЦИКа и из каждого района депутатов. Нет-нет-нет, там все есть. Я тоже просмотрела для себя, да. Конечно, есть руководитель. А кому, как не руководителю, доступно, в общем-то, появление в тех местах, которые простой рядовой человек, чтобы добраться, ему надо еще изучить закон, как прийти, куда пройти. Поэтому, наверное, у директора больше шансов провести свою линию в определенном социальном направлении. Но если говорить о том, что это неправильно, я так не могу сказать. Потому что, а кто сам изъявлял бы когда-нибудь, я пойду? Это еще надо подумать. А есть такая обязательность у руководителей. Они думают не только, в общем-то, о себе, о том коллективе, которым руководят. Поэтому, ну, наверное, более активно пока на сегодняшний момент руководители, а не исполнители. Но все в ваших руках, можно изменить эту систему. Маргарита Анатольевна, а чем вы руководствуете, сделая такой выбор? Вы оцениваете личность человека, его достижения, его стремление, его политическую программу, если она есть. Может быть, его характер, потому что в этой компании участвуют и очень молодые люди, люди в возрасте до 30 лет, которые наверняка обладают энергией, обладают инициативой и знаниями, но каких-то достижений в профессиональной сфере еще у них нет. Но я думаю, что не исключено ведь, что и такой человек может быть депутатом может представлять интересы. Я просто хочу сказать, что мне везло, я всегда знала своих кандидатов, знала, чем они занимаются, что они могут сделать, их потенциал всегда был известен, потому что как-то вот на моем участке всегда была информация хорошая. Кстати, уже сегодня готовы все информационные стенды на кандидатов, можно почитать и программы их в будущем. Но вообще, наверное, руководствуешься иногда всем в комплексе и тем, что знаешь человека. А если не знаешь, то читаешь программу, читаешь биографию, читаешь его возможности, чем он именно заслужил, то, что его выдвинули в трудовой коллектив, в кандидаты. Ведь просто так-то не выдвигают, выдвигают людей, которые сделали что-то необходимое для общества, для своего коллектива. И, ну, иногда слышала, как говорят другие, вот это такое симпатичное, я за него проголосую. Знаете, лицо зеркало души. В принципе, это тоже, наверное, выбор. Да, не исключается и такой вариант. Но вообще это комплексный подход. То есть понимаешь, что от этого человека, какой у него опыт, какой у него возраст. Хотя за молодежью теперь первое место. Молодежь должна идти. И у молодежи есть свои преимущества, она более мобильна, молодежь. Они быстро все реагируют, понимают. Единственное, что всегда должна быть такая небольшая прослойка возрастная, которая может быть немножечко и остановить, или наоборот подтолкнуть. Но молодежь у нас замечательная, она может вполне быть реально исполняющей депутатской обязанности. Спасибо большое, Маргарита Анатольевна. Есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте, мы слушаем вас. Алло, здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы уже в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Петр Дмитриевич Кутовенко, это новая белеца. Я по такому вопросу, у меня товарищ, он 57-го года рождения, ему полгода добавили на пенсию. В декабре он должен был сдать документы, до декабря, под течением полгода. Но у него было заболевание одно, другое, там онкология, потом позвоночника перерывали. И у него состояние, он, короче, собирал, ну, по состоянию, он один живет. Жил с отцом, на царскую пенсию жил, платил, на отец умер до Нового года. И сейчас, а он обратился в совбез с этими документами, ему сказали, что вы опоздали, приходите через полгода. Скажите, пожалуйста, какой вопрос, по пенсионному обеспечению, да? Да, вот ему надо пенсию оформить. Ему сказали, приходите, вы опоздали с своими подачей документами, проходите через полгода. Ну, я не могу предположить, почему опоздали. Вероятнее всего, там есть же в статье, в закон о пенсионном обеспечении были вынесены изменения, в связи с тем, что вот возраст ухода на пенсию изменился, и там прописано. И, соответственно, мы же знаем по закону, когда, в какие сроки мы должны подавать. Может, сколько прошло после дня рождения, когда ему 60 лет исполнилось, может, он подал с опозданием. Там же ведь есть определенные какие-то сроки, скорее всего. Но я думаю, что вам надо по этому вопросу обратиться в комитет по труду. Там принимают по этому вопросу те люди, которые и компетентны в законе о социальном обеспечении. Да, я юрист, я читала изменения, но процесс оформления на пенсию, он немножечко, ну, как бы унифицирован нормативными правовыми актами комитета по труду или же министерства по труду. Поэтому, если есть такая возможность у вас, вы можете попасть на прием в комитет, и вам разъяснят порядок. В первую очередь, конечно же, нужно обратиться именно туда. Маргарита Анатольевна, у нас время летит столь стремительно, да, еще так много хотелось бы успеть и столь о многом поговорить. Предлагаю сейчас нам всем посмотреть сюжет о ежедневной, будничной работе нотариусов. Наши корреспонденты побывали в Добрушском районе. Город Добруш. До Гомеля отсюда около 25 километров. По современным меркам, это практически город-спутник областного центра. Здесь чисто, спокойно и довольно уютно. Добрушане могут гордиться как своей историей, так и настоящим. В том числе, такими фактами, которые знают далеко не все. Например, своей нотариальной конторой, одной из лучших в Гомельской области. Именно сюда идут люди, чтобы оформить договор купли-продажи, заверить завещание или подтвердить право на наследство. Правда, как считают сами нотариусы, количество совершаемых действий могло бы быть еще большим. Однако некоторые Добрушане предпочитают экономить на нотариальных тарифах. В первую очередь это касается заключения договора взаимоденег. Многие все еще предпочитают традиционные расписки. В итоге теряют все. У каждого человека есть право выбора, однако быть юридически защищенными все-таки лучше. Из моей практики люди все-таки иногда жалеют заплатить дополнительные деньги. Мало того, что одалживают, так еще нужно заплатить нотариальный тариф за заключение этого договора. То, конечно же, делают расписки. И, как правило, потом приходят и говорят нотариусу, заверьте нам расписку. Но, к сожалению, такого вида документа у нотариуса нет. И нотариус разъясняет, что в соответствии с законом нотариати мы имеем право только удостоверить вам договор займа, либо, иными словами, как его называют, договор долга. В нотариальной конторе Добрушского района сегодня нет ни одного нотариуса мужчины. По словам женщин, сильный пол более импульсивен. Эта же работа требует постоянно внимательности и подразумевает строгую ответственность. К тому же, это работа с людьми, с их проблемами, заботами и иногда далеко не лучшим настроением. Мы же ездим на курсы в Минск, повышение квалификации. С нами там работают психологи. Даже вот такие у нас есть курсы, которые показывают нам различные упражнения, которые надо делать. Ну и прежде всего, наверное, все-таки доброжелательное отношение к людям. То есть, когда с человеком общаешься спокойно, говоришь, что не переживайте, все сделаем, все будет хорошо. Человек тогда тоже начинает идти на контакт. Даже при высокой ответственности и профессионализме нотариуса случается. По его вине происходят ошибки, которые приводят к потерям для граждан и предпринимателей. Возмещение этого ущерба гарантирует имущественная ответственность нотариуса и институт страхования. Что касается самих провинившихся юристов, то их делом обязательно займется дисциплинарная комиссия, которую с 2014 года возглавляет председатель нотариальной конторы Добрушского района Ольга Высоцкая. Только в прошлом году комиссия объявила своим коллегам один выговор и шесть замечаний. Нарушений, которые можно отнести к тяжелым за этот период в Гомельской области, не было. Замечания – это выговор. И самое последнее, жесткое наказание – это исключение из членов Белорусской нотариальной палаты. То есть в данном случае у нотариуса могут изъять свидетельство на осуществление нотариальной деятельности. И он будет лишен права заниматься нотариальной деятельностью в дальнейшем. Вы смотрите диалог. У нас в гостях сегодня председатель Гомельской областной нотариальной палаты Маргарита Жорова. И у нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте. Я имею трудовой стаж 43 с половиной года и сейчас нахожусь на пенсии. Половина моей трудовой деятельности первая половина – 22 года. Я проработал в России. А оформил пенсию здесь, в Беларуси. Имею ли я право оформить еще и российскую пенсию? Опять пенсионное законодательство. Однако, есть разъяснение Министерства по труду и социальной защите. И, конечно, вам нужно обратиться к специалисту. Они вам подскажут, вам могут. Потому что есть такое понимание, как и смешанное получение назначения пенсии. Поэтому рекомендую вам пойти в управление по соцзащите в своего района, где вы проживаете. И я уверена, что лучшей консультации, чем они, никто вам не даст. Спасибо. Давайте продолжим. Так достаточно жестко закончился сюжет. У нас такого нет. Исключений не было. И я надеюсь, что не будет. Потому что нотариусы очень заботятся об имидже нотариата, о своем личном профессиональном авторитете. И, учитывая, что тут гражданская ответственность прозвучала, мы же понимаем, совершив ошибку, надо будет оплатить расходы того человека, который потерпел от этой ошибки. Но такого у нас, конечно, не было, чтобы мы даже платили что-то из страховки. Но нотариусы очень жестко рассматривают те нарушения закона, которые допустили их коллеги. И очень принципиально относятся к этому. Это все-таки уважение к закону. Надо работать в соответствии с теми законодательными актами, которые регулируют нотариальную деятельность. Не допускать промахов. Но все мы люди. Все мы люди, да. Как не беспокойся об имидже, все равно никто не застрахован от ошибки. Но мы стараемся. Хорошо. Маргарита Анатольевна, самые распространенные, самые экзотические поводы для обращения к нотариусу. Какие можете припомнить? Экзотические? Но у нас как-то пришел человек и сказал, что он хочет сделать завещание в пользу высшего должностного лица. Это экзотика, конечно. А дети были у мужчин? Да, были. Чем же они так ему насолили? Нет, не насолили. Просто человек был патриотом государства. Он сказал, я просто люблю высшее должностное лицо наше. Есть такие просьбы, как подарить коллекцию каких-нибудь картин или еще чего-нибудь. Давайте оформим договор. Они не при этом конкретно указывают кому. Там музею или дому культуры. То есть люди в этом смысле достаточно много хотят отдать именно государству. У нас было так, что казна принимала наследство. То есть государству завещал человек. Административно-территориальной единице завещал свое имущество. Поэтому наши люди способны на все. А нотариусу в данном случае нужно обоснование? Или это не касается нотариуса? Он должен только провести этот сделок? Нет, нотариус разъясняет правовые последствия и юридические последствия сделки. Что будет? А мотивации он не интересуется? Нет, мотивации нет. Но, как правило, наши люди говорят мотивацию. Ну, когда уже что-то такое делает, что хочется и рассказать почему. Маргарита Анатольевна, есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Добрый вечер. Здравствуйте. Виктор Иванович Медведев, Вомель. Я нахожусь на пенсии по вредности уже 10 лет. Значит, пенсия мне выплачивается неполно. То есть у меня коэффициент 1,8, мне выплачивается 1,3. Стаж мне после выхода на пенсию не идет. На каком основании он не идет? А как вам это объяснили? Вы ведь задавали вопрос? Да. Вы ведь были же у своего инспектора? При выходе, когда я до сих пор продолжаю работать. Так а почему? А почему? Вы что, на вредных условиях продолжаете? По вредности, по первому списку. Вот. В особых условиях мы работали. Значит, при выходе на пенсию там дали подписать бумагу. То есть, что после выхода на... Если я продолжаю работать, значит, мне стаж уже не идет. Почему это? Есть какое-то положение или нет? Я думаю, что это закон о пенсионном обеспечении. И здесь, наверное, завязано на том, что мы все-таки оформили пенсию. И пенсия, которую мы получили, она только подлежит индексации, а не перерасчету, наверное, в таком случае. Лично я бы, применяя теорию права, только так бы объяснила. Но, опять-таки, я, наверное, не специалист пенсионного законодательства, поэтому надо работать с инспектором, который курирует ваше пенсионное дело. Маргарита Анатольевна, конечно, суперспециалист. Ну, все-таки это не моя отрасль. И очень квалифицированный юрист, но все-таки, да, это отдельная очень большая отрасль пенсионное обеспечение. И все-таки лучше задать специалистам вопросы. Я обязательно поделюсь со специалистами комитета по труду и скажу, что такие вопросы интересуют граждане. Звонили, передадим, и поэтому передадим. Маргарита Анатольевна, есть несколько вопросов на нашем вайбере. Как раз сугубо уже ваша сфера. Как после развода разделить квартиру, построенную в кредит? Ольга интересуется. Ну, ясно. Значит, скорее всего, это льготный кредит. И если это льготный кредит, то там есть ограничения, связанные со сроками и с процедурой самого оформления продажи. Ну, как правило, там ограничено сроком, по-моему, восьмилетним, если я не путаюсь с землей. Это просто как бы сейчас, если на вскидку. И кроме всего прочего, для того, чтобы продать квартиру, построенную в кредит, нужно разрешение банка, который давал кредит, и продать ее можно только исполнительному комитету. Если это не какие-то там фосмажорные обстоятельства, при которых надо выехать куда-то, или, может быть, связано с переменой работы, еще чего-то, там тогда уже, может быть, и рассмотрят исполком такой вопрос. Но вообще начинать надо, естественно, с согласия банка, который платит, кредитную линию открыл, и решать вопрос с исполнительным комитетом. Ну, можно сделать, что? Получить свидетельство о праве на долю в совместно нажитом имуществе, потому что, собственно говоря, собственник может и не поменяться. Но формально есть ограничения, которые прописаны в указе президента о льготном кредитовании. Ну, к сожалению, наверное, ситуация достаточно нередкая. Да вот я бы не сказала, что очень часто, потому что все-таки это люди понимают, когда берут кредит, обязательства, которые подписаны. Ну, может быть, мужчины у нас благородные и оставляют семье, квартиру и неделю от их. Договоры о суррогатном материнстве в нашем регионе заключались? Сколько платили суррогатные матери? Было два договора в прошлом году. Это очень мало, конечно. Но тут играет специфика района, что все-таки регион другой, лучше уехать, чтобы никто не знал. Но это существенные условия договора, и, конечно, это тайна договора. Но суммы самые разнообразные. То есть здесь по соглашению ставок нет. Но есть оплата за сам договор, оплата за содержание, оплата за содержание квартиры, где проживает такая мать. В общем-то суммы могут быть достаточно серьезные. Вы не можете их называть? Нет, я их не могу называть. Но очень большие суммы случаются. Спасибо, Маргарита Анатольевна, за сегодняшний диалог. К сожалению, время, отведенное нам в эфире, уже закончилось. Благодарю вас за то, что вы пришли к нам. И, конечно же, жду вас еще раз. Спасибо. Председатель Гомельской областной нотариальной палаты Маргарита Жорова была сегодня у нас в гостях. Спасибо вам за внимание и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова